Ощущение, если я сейчас еще раз скажу, здравствуйте, вас приветствую, это будет что-то с чем-то. Когда мы снимаем видео, блогеры, да, иногда бывают такие ситуации, что ты можешь видео, но снимать в течение нескольких дней даже. А почему? Потому что не только что не получается снять, а какие-то происходят вещи, которые мешают это сделать. И вот на данный момент мы в течение дня снимаем одно видео, которое не можем... Мы его как бы отсняли, а вот конец не можем сделать. У нас то пропадает связь, то пропадает микрофон, перестает работать, то еще что-то. И в итоге много-много раз попыток, и ничего не получается. И я сейчас такая уставшая, я вот даже разговариваю, мне кажется, у меня в голове повторяются одни и те же слова, которые я должна была произносить. Я произнесла много-много раз. В итоге голова даже немножко побаливает от такого вот, что такое работа блогера. Не просто ля-ля, как ноги думают, ращать, да? Это очень тяжелая работа. И вот я сейчас прям уставшая, как будто я, не знаю, поле перепахало. Ну ладно, мы не об этом, мы хотели вам... И вот мы сейчас вам даже снимаем без микрофона, потому что микрофон буквально в смысле нас подвел. У нас такое, кстати, бывает в последнее время, но вот будем искать причину. А хотела я вам показать... Думаю, поделюсь уж. Фикс прайс ведь ходила. А когда я иду в фикс прайс, надо рассказать, что я купила. А почему? Потому что я сама такая же ворона, люблю посмотреть, что люди покупают. Потому что интересно, что ты для себя интересно находишь. Ну, кстати, в фикс прайсе сейчас очень много интересных вещей появилось, так как все-таки лето, сезон, и многие вещи я вот... Многое не купила, хотя хотелось. И мне дочь сказала, мама, посмотри, подумай, и потом решишь. Дочь меня отговорила, мы через дочь уходили. В итоге я купила что? Это вот такой вот пакет. Кстати, они продаются во многих магазинах крупных. Это термопакет для хранения продуктов, чтобы холод сохранять. Дело в том, что когда мы ездим сейчас на природу, а на природу мы, конечно, ездим, и жарко, а некоторые продукты берешь, они могут испортиться очень быстро. И холодненькое даже, вот, то же самое, что-то холодненькое положить, можно сохранить. Ну, как минимум в холодильник. И мы решили вот такой пакетик взять, потому что уезжать будем на природу, и чтобы сохранить холод. Здесь, короче, дело в том, что нужно его правильно сделать. Как меня учил один человек, надо его положить в морозильник. Полозить в морозильник. Видите, вот из-за еды к ней писать. Ложите в морозильник и используйте, достаете из морозильника, и складываете продукты, закрываете, сохраняет холод. Можно положить даже еще этот, хладоген туда, дополнительно. Ну, такой пакетик купила. Кстати, по ценам я вам сейчас даже не скажу, сколько он стоит. Я даже не помню, сколько он стоит. Я даже не посмотрела. Вот я такой человек, если мне надо, я не смотрю цену. Удивляюсь после. Поэтому сейчас будем удивляться. Сейчас мы с вами удивимся. Там я еще взяла вешалки, мы вообще и поехали за вешалкой. Дело в том, что сейчас я освобождаю свою территорию. Моя гардеробная переезжает на новое место, поэтому мне нужно было очень много вешалок. Мы поехали за вешалками. А, терпак. Он стоит 99 рублей. Я думала, он рублей 200 стоит. Я бы два взяла. А что я один-то взяла? Все, еду в фикс-прай за вторым. Так что один-то? 99 рублей-то надо еще взять. Это ужас. Надо быть такой умной маней. Не взять это. Вот такая подставочка горячая понравилась. Очень понравилась. Она из пробкового дерева. А дело в том, что иногда вот снимаем и прям вот надо что-то поставить, чтобы горяченько. И она симпатичная, во-первых, подставочка. Заметьте. Очень понравилась. Так я взяла себе такую подставочку под горячую для съемок. 83 рубля написано. Наверное, скорее всего, 99. Там, наверное, балла списали. Блокнотик купила. Кстати, там вот такие блокнотик с разными рисунками появились. Такие классные рисунки. Я взяла для чего? Мы ездим на природу, когда мне нужно сделать определенные записи по сбору трав. То есть, что-то на природе ты запоминаешь, какую-то информацию, думаешь, ага, вот эту надо значит нам снять травку там или еще что-то, заготовить что-то. Ну, какая-то информация все равно, чтобы появляется во время поездок. И чтобы ее заносить, она должна, естественно, заноситься куда-то. А когда у тебя в сумочке лежит блокнотик, ты достал и занес. А еще, если мы ее ходим на природе, эта информация как бы пригодится. У меня как раз куплена хорошая сумочка, и туда входит вот этот блокнотик. 59 рублей. Вот это я не помню, где я купила. Но я замучилась. Начинаешь ковыряться, вот что-то пересадить, цветок какой-нибудь или еще что-то, порыхлить в цветах. Я всегда пользуюсь вилкой. У меня был такой наборчик. Куда делся, не знаю. Я купила еще один. Ну, габельки у меня, кстати, есть. А вот эти вот штучки для пересадки очень удобные. На мои ногти не смотрите, потому что я вчера черешневое вино одела, черешню мяла. Мне там не отмывается. Очень много органайзеров. И там они разных форм, разных видов. В общем, молодцы. Хорошо стали прям завозить. Фитоверн взяла. Никуда не денешься. Как она измочила нас? Такая стоцветная обложка на капусте. Поэтому для него купила вот такую емкость. Купила это у меня. Знаете, что будет? Здесь у меня будут лекарства для кошечек. То есть какие-то лекарства, какие-то гистаминные средства, какие-то, допустим, укольчики или еще что-то. А то у меня вечно все это смешано с человеческими. Я вот хочу им завести отдельную аптечку. Там будет чисто для кошечек. Вот когда я хочу два купить, значит, это я обалдела. Это вот такая штучка. Как я давно о таком мечтала. Вот такая колбочка с пробочкой для заваривания трав. Вы знаете, как удобно? Потому что иногда тебе нужно заварить траву, допустим, стакан. Естественно, столовую ложку то высыпаешь и заливаешь кипятком. И потом вот эту траву отсаживать очень тяжело. Здесь же засыпали травку, какую вам необходимо, траву, сборы или еще что-то, и опустили в кипяточек. И завариваем. Очень удобно. Мы вот ходим в баню, и там частенько завариваю я определенные сборы. Вот, ну просто вот. Я говорю, надо еще одну купить. Просто одну еще надо купить. Стоит 99 рублей. 50 миллилитров емкость. Я когда увидела, я просто восхитилась. Я сразу... Так, это надо взять. Потому что действительно вещь очень удобная. Мешочек для стирки нижнего белья. Но его не только для стирки нижнего белья можно использовать. Допустим, можно что-то положить туда. И то, что требует обветривания, но с другой стороны, чтобы не было это. Но я все-таки купила для стирки нижнего белья, потому что действительно, когда стираешь нижнее белье, где-то замоталось куда-то чего-то что-то. Это очень не камильфо. И поэтому я взяла вот такой мешочек, но подумала, что надо было все-таки два купить. Может быть, второй бы я использовала для чего-нибудь другого. Допустим, носки стирать. Одно для нижнего белья, другое носки, допустим, стирать. Потому что с носками та же история. Куда-то они пропадают, исчезают и так далее. Гелевые ручки. Кстати, вообще канцелярию я в фикс-прессе не предпочитаю. Теболи ручки. Потому что сколько ручек я покупала в фикс-прессе, это такое ощущение, их выбрасывают туда, как отходы. Они пишут-пишут и перестают писать. Но купила вот эти гелию, пока, слава богу, пишут. Потому что я, как бы, ручек много у меня уходит. И я просто удивлена, что ручки стали очень плохого качества. Но эти вот вроде производитель Берлинга-то, Германия, кстати, хорошие ручки. Ну, посмотрим. Единственное, тонкие стержни не было потолще. Я люблю ручки, у которых толстый стержень. Я очень люблю, очень люблю. Я очень люблю. Это паразиты слова в моем лексиконе. Надо от них избавляться. Эффективно для меня работают ручки, которых имеют стержень толстый. Такой, знаете, мягкий, толстый. И это ручки производителя Стам. Вот они вот прям, я вот, я когда пишу, мне нравится. Я люблю тонкие. Я люблю мягкие. Вот это вот, мягко, толсто, прям вот жирно, чтобы... Я очень люблю такие. Опять, я очень люблю такие. Мне очень нравятся такие. Здесь тоже паразиты очень мне нравятся. Ну, короче, вот такими ручками бы я пользовалась. Ну, кстати, найти всегда хорошую ручку очень сложно. Если честно, вот зайдешь в канцелярские, много их. А вот то, что действительно очень редко попадает. Я не знаю, что-то вообще испортно. Мои любимые насылочки гелевые, потому что те у меня уже износились. Все. Надо заменить. Так, 99 рублей стоит. Мне их хватило надолго. Я их уже, вот сколько использую, наверное, полгода. Я их простирну, водички помою, они у меня чистенькие. Я эконому. Очень мне нравится. Тем более, сейчас лето, пяточки, как говорится, быстро сохнут. Я после процедур банных раз на пяточке крем и вот эту гелевую пяточку. Красота. Мне так нравится. Я прям вообще люблю. Так как этот размер у меня многофункциональный, у меня банки такие рабочие, я туда сыворотку сливаю и крышки эти у меня быстро летят. Поэтому купила еще больших крышек. Вот такое белье купили. Это мне дочь купила в подарок. Вот такое белье, постельное, евро. Говорит, мам, давай я тебе куплю постельное белье. Я говорю, да ладно. А когда я вам говорят, давай я тебе куплю, всегда соглашайтесь. Не говорите, не надо, у меня есть, не говорите. Вот вам предложили, скажите, да, мне будет приятно. Я так сказала. И мне дочь купила вот это постельное белье. Да, оно не дешевое, но зато хорошего качества. Очень хорошее. Мне понравилось. Качество, во-первых, по плизмам тут идет, хлопок стопроцентный. Вещи, конечно, приятные, качественные, хорошего сна. Ну, я думаю, симпатично довольно-таки. Я люблю темное белье, не люблю белье, которое имеет светлое. Не очень люблю. Есть у меня такое белье, но я не очень. Я больше темное предпочитаю и люблю, чтобы не очень яркий рисунок был. Не кидался в глаза. Так вы знаете, особенно много, когда цветов. Я стараюсь вообще. Не могу я, когда много цветов, мне тяжело. Цветы должны быть в огороде, в саду или на лугу. Ну, этих, много уже начинает управлять глаз. А здесь оно, как вроде бы, не цветочки, так это. Видите, красивые, с аптечками. Ну, приятное белье, хорошее. Поэтому очень порадовалась. И хорошее качество, кстати, если вы обратите внимание, производите, я так понимаю, вот это вот Этель. Это у меня Евро. Производитель ИП Симоновский, ЕА. Город Екатеринбург. Этель Европарадайз. На ощупь белье хорошее, плотное, вот чувствуется, потому что, знаете, я вот, у меня много лет уже белье производителя Браво, был такой производитель, но сейчас не встречаю, почему-то есть не белье. Очень хорошее было, качественное белье. По сей день я еще пользуюсь, у меня одному комплекту 10 лет. 10 лет, и я его не выбрасываю, потому что там ни одной оперы дырочки. Оно выглядит хорошо, после стирки оно абсолютно себя чувствует замечательно. Оно как будто, вот знаете, ну, несколько раз вы ее им попользовались и потерял немножко вот эту вот упругость, ну, как бы, крахмальную упругость, и все, а так оно выглядит и ярко, и приятно, и качественно. Вообще, очень нравится, я прям вот, поэтому не избавляюсь от него и буду пользоваться, сколько буду пользоваться, производитель очень хороший. Вообще, нравится мне качественные такие вещи покупать, вот именно постельное, полотенце, брать именно качественное. Не дешевое, да, разрекламированное, а именно качественное, такое, чтобы оно работало не один год. Тем более, я считаю, что постельное, полотенце, ну, полотенце, конечно, больше изнашивается, потому что, допустим, кухону, да, там чаще надо менять, но банны не так часто можно менять. А вот постельное, оно все-таки может долго служить. Как я помню, наши мамы и бабушки делали постельное, у них годами служили, еще и передавали своим детям, годами было, белое всегда, накрахмаленное, помните? А еще пододеяльники были или квадрат, или ромб на передней части не было. Раньше таких вот сбоку или с торца вход в одеяло, а был, здесь вырезался квадрат или ромб, и вставлялось одеяло так. И всегда одеяло было красивое, торчало из-под, пододеяльника. И всегда это не нравилось, почему? Потому что, когда одеялом вдруг накроешься обратной стороной, всегда попадали. А еще мамам нравилось, потому что покупали раньше одеяло, одеяло были стеганые, стеганые, и очень часто на одеялох передняя часть была атласная, красивая, атласная, там вышивная, и вот чтобы она была видна, вот из-за этого уголочка-то, ну, квадратика-то. И, конечно, все это было красивое, белье крахмалили, отбеливали, оно было кипельно-белым, красивым, хрустящим, хрустящим. Простыни те же самые служили много лет, потом их и отправляли, кстати, на пеленки. А в свое время, я помню, педиатр, и она мне объяснила, то, что самые лучшие простыни для детей, вот именно, не те пеленки, которые мы покупаем в магазине, а взять лучше постельное белье, которое мягкое, оно для тела мягкое. То есть, вот новое, оно тяжело для кожи ребенка, то есть, оно будет еще плохо реагировать, а вот уже мягкое, оно когда выстирано не один раз, еще раньше же стирали хозяйственным мылом, а эта дезинфекция была стопроцентная, и оно было мягкое, нежное, уже такое, как бы, волокна, они не были жесткими, а мягкими. И самое лучшее, из них делали подгузники, потому что не было же у нас таких подгузников, а делали сами. И для ребенка это было очень хорошо. Ну, совершенно другая жизнь была, поэтому так вот. Вот, переходя от постельного и покупок в фикс-прайсе, я рассказала вам, как была жизнь мам молодой, да? Ну, все, я такими покупочками хотела с вами поделиться. Так что, доходите в фикс-прайс, если что-то интересненькое для себя присмотрели, покупайте. Вот эту штучку я специально схожу, еще куплю, и термопакет куплю, еще один, потому что он мне очень понравился. Кстати, там появились новые виды баночек. Действительно, появилось очень много интересных вещей, на которые я обратила внимание. Ну, дочь сказала, мама, это пока не покупай, не надо, подумай. Ну, пока что у меня в голове ничего не созрело, что мне еще надо, кроме вот сейчас термопакета и этого котела. Емкости для заваривания чая, почему бы я бы еще одну купила, даже элементарно с собой взять дорогу. Вот мы, допустим, не пьем чай в пакетиках, а вот взять с собой в дорогу, возьмете рассыпной чай, даже тот же Иван-чай, чтобы дороги попить. Вот туда насыпали, закрыли, заварили, попили. Соответственно, очень удобно. И у меня еще на нее есть определенные эти намеки. Не буду говорить, какие, возможно, как-нибудь покажу. Но есть такой намек. Поэтому фикс прайс еще раз езжу. Морожа с вами хотела поделиться с нами покупочками, поэтому делитесь и вы с нами покупками. Что интересного нашли? Вот я люблю, мне нравится, когда попадают в такие видосики, где показывают нам кто-то, кто-то там купили фикс прайс. Надо и мне посмотреть. А вдруг мне тоже это понравится. Но я всегда, конечно, стараюсь сначала подумать, если я этим буду пользоваться, то беру. Бывают такие моменты, что не пользуюсь. Я еще раз повторюсь, я не переживаю на счет. У нас есть отдельные коробочки, которые собирают вещи, которыми мы не пользуемся. Потом мы соответственно отдаем гуманитарную помощь. Есть люди, которые нуждаются, у которых нет возможности, допустим, приобрести, а помощь всегда пригодится. Поэтому всегда отправляю гуманитарную помощь. поэтому не жалею, если купила. Бывает, значит, не мое. Бывает так. Иногда бывает. А иногда купишь, пользуюсь, 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 а потом думаешь, что ж ты, раз ломается, думаешь, что ж ты еще не купила, а вот сейчас уже не найти. Вот многие вещи, кстати, в фикс прайсе, которую купишь, очень многие не найдешь потом. Очень многие вещи, которые у меня вот работают, да, и я которыми пользуюсь, уже фикс прайсе не продает. Поэтому, когда я купила, я совсем не жалею. Мне очень нравится. Так что, такие дела. Вот.